Егор Шип снова хайпит на Вале Карнавал. Андрей Нойлс рассказал причины ухода из Just Team. Володя XXL слил всех участников Hype House Rus. Илья Милохин признался, что не хотел делать трек про брата. Всем привет, вы на канале ОКБЛОГЕР, и сейчас мы расскажем вам последние новости, слухи и сплетни про популярных личностей интернета. Перед просмотром не забудь обязательно поставить лайк этому видео и подписаться на канал с колокольчиком. Тогда мы будем стараться выпускать контент чаще. Погнали! В прошлом выпуске новостей мы рассказывали, что Володя XXL покинул свой тикток дом Hype House Rus и толком не объяснил причину. Также он пообещал, что как только в его инстаграме наберется 1 миллион подписчиков, то он зальет какую-то тайную информацию на всех участников. Я готов всех слить, просто-напросто. Как бы это ни звучало, я готов рассказать всю правду о всех. И мне вообще не стыдно будет про это говорить, некоторые люди это заслужили. Но Володя за 3 дня подписался больше 40 тысяч человек, и он решил выполнить свое обещание вот так. Ну чё, братисфэкшены, вы очень долго ждали, пока я всех залью. И этот момент настал. Большая часть аудитории не поняла этой шутки, и все начали массово отписываться от него в инстаграме. На момент записи этого видео отписался уже больше 20 тысяч человек. Многие подписчики посчитали, что Володя зазвездился, так как в последнее время он ведет себя не совсем адекватно, и некорректно обращается к своей аудитории. Напишите в комментарии, как вы считаете, Володя зазвездился или нет. Вместе с Володей сейчас проводит время еще одна бывшая участница хайпхауса Соня Слипи, которая покинула дом из-за конфликта с их менеджером Заиром. Ребята даже вместе сняли квартиру в Москве. Короче, ребят, всем доброе утро. Я уже наконец-то приехала в Москву, вот сняла себе апартаменты. Вот, сейчас вам сделаю руки, посмотрите, заходим. Тут вот, значит, ванна, я вам попозже ее покажу. Зеркало, да, вот. Женщина, от какого вы в номер зашли? Это мой номер. Не понял. Это мой номер. Вообще-то, это мой номер. Выходи. Так, что за беспредел? Ну-ка. Охрана! Очки. Выводите! Выводите! После таких кадров, конечно же, поползли слухи об их отношениях. Володя даже в историях ревнует Соню к другим парням. Соня, это парня. Какого парня? Как думаете, ребята встречаются или же они просто хорошие друзья? Сейчас самый популярный тренд среди тиктокеров – выпускать свои треки. Остались лишь единицы, кто не успел выпустить свою песню. Аня Неск решила не отставать от остальных и объявила, что в скором времени выпустит свой трек. Но перед этим она планирует подтянуть вокал. Да, свой трек у меня будет. И я его уже слушала. Записываюсь на вокал и начинаю тренировать свой голос. Андрей Нойлс после начала отношений с Гариной Раклиан завел в свой ютуб-канал. Вчера на нем вышло новое видео в формате «Вопрос-ответ», где он наконец-то поставил точку в вопросе про причины своего ухода из Just Team. Андрей пояснил, что в бывшей команде ему просто стало скучно, и поэтому он хотел сменить обстановку. Он решил позвать с собой Аню Неск, так как она общалась только с ним, и что неожиданно, Аню недолюбливали некоторые участники дома. У вас есть предположения, с кем же у нее мог случиться конфликт? Напишите в комментарии. Трим-тим почти всем составом отправились в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от постоянной рутины и навестить родственников. Знаете, где мы? Мы в Питере! Олег и Маруся тоже поехали с ребятами, но чуть позже и буквально на пару часов, так как в Москве у них было очень много работы. А мы тоже на вокзале, ну в смысле тоже. Короче, мы на вокзале, едем к ребятам в Питер. Мы на час, не позже, на час и обратно. Между прочим. Ну, может, увидимся с ним. Но в итоге Олег решил нарушить все их планы и устроить для Маруся совместный вечер. Ему даже пришлось соврать, что он потерял паспорт. Момент настал, сейчас пойду к Маруси и скажу, что потерял паспорт, и мы остаемся. Марусь, я потерял паспорт. Хватит судить, у меня твои франки задолбали. Подожди, секундочку. В смысле, нет, я реально, он остался в... В смысле, где он остался? Я не знаю, паниковать мне или нет. Олег просрал паспорт, мы не можем сегодня уехать. У меня куча дел в Москве, куча рекламы, нужно срочно приезжать. Ну ладно, я не так сильно переживаю, потому что... Хочу тебя все равно найду. Вот почему. Рим Тим всегда со мной. Люблю их, а поздравлю. Хоть и ребята постоянно говорят, что они просто друзья, но такие моменты прям очень милые. Ставь лайк, если хочешь, чтобы Маруся и Олег начали встречаться. Вчера Валя Карнавал выпустила свой трек «Опять домой», который ещё до премьеры набрал огромную популярность в ТикТоке. Под него сняли больше 67 тысяч клипов. Изначально все думали, что Валя этой песне ответила Егору Шипу на его треке, но она эту информацию опровергла. Егор же недавно официально заявил, что ставит точку на всём, что связано с Карнавалом, и больше не будет касаться этой темы. Но не прошло и недели, как он снова снял ТикТок под новый трек Валя. В комментариях под роликом его обвинили в хайпе. Ребзи мои, хватит мне писать гадости, потому что я снял под звук Валя. Ну это же реально глупо. Я ни на что не рассчитываю, я не собираюсь рассчитывать, как бы, ну просто снял. У меня всё прекрасно. Рахим уже почти месяц назад анонсировал свой трек Фэнди, но до сих пор его не выпустил. И вот после многочисленных просьб подписчиков он объявил, что песня наконец-то выйдет. Дата премьеры назначена на 17 июля. Ещё Рахим перекрасился в чёрный цвет. Идёт ему или старый цвет был лучше? Напишите в комментарии. В прошлом ролике мы рассказывали, что Илья Милохин собирается выпустить трек про своего брата, который будет называться Дани Милохин. Илья в своём телеграм-канале решил раскрыть правду и рассказал, что эта песня была вообще не его идеей. А так решил заработать на нём продюсер его бывшего тикток-дома Freedom House. Так, ребят, в один прекрасный день, смотрите внимательно, я был в парке, гулял, и мне звонок поступил в студию. Илюш, приезжай, будешь писать свой сольный, я такой классный, радостный, ещё подписчики послушают твой трек. И в итоге что? Приехал. Оказывается, там вообще другой трек. Вот этот, как он называется? Да, я снимаю, как Дани Милохин. Да, я хаваю плохо, потому что Илюха стелит этот профи. Вроде вот он, этот трек. И что в итоге? В итоге я отпел этот припев. Просто, ладно, думаю, хуй, хуй с вами. Отпою, и всё, и свой трек как-нибудь, и потому же спою. Отпел. И что в итоге? Меня как-то не включили в плане фита, вообще, мне как будто там нет. Но припев исполнял я. И плюс трек называется Дани Милохин. Вы уже понимаете вообще, к чему это приходит? Это хайп, хайп, хайп. Деньги, деньги, заплати. Верите Илье, или он просто хочет избавиться от хейта в свою сторону? Габи из Sweet House остается самым критикуемым тиктокером в данный момент. Недавно она сняла видео с участником Just Team Дани. В комментах под её роликами давно начали появляться теории, что Габи сама стебётся над всей этой ситуацией. Что и подтвердил сам Даня. Рано или поздно весь хайп вокруг этой темы поугаснет. И возможно Габи наконец-то выпустит крутой танцевальный ролик. Лайк, если ждёшь это. Если вы хотите узнавать все новости первыми, заходите в наши паблики в Инстаграм и ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео и написать коммент. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok